Всем привет, я Элли Дим, со мной моя собака Джина, также мой кролик Эльза, она там в домике сидит, что-то умывается Вы смотрите канал Элли Ди Пэтс и сегодня будет ночь в комнате питомцев Если ты ждал это видео, ставь палец вверх прямо сейчас А если под видео кнопка подписаться у тебя красного цвета, жми на нее, подписывайся на канал и включай колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропускать выпуск новых видео И начинаем мы по времени в час двадцать восемь ночи Все серьезно, ребят, не шутка Вы спросите, что же я не сплю? Мне сейчас в мистический бот такие видео прислали, короче, мои подписчики Просто жесть, и у меня, если честно, весь сон ушел просто, как испарился Мистический бот это специальный бот, который я создала для ваших страшных историй из жизни Каждый из вас может отправить туда, анонимно или неанонимно, как хотите, свою страшную историю А я уже в видео иногда их читаю или просто знакомлюсь с вашими историями через этот бот И этот бот висит в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании под видео Он в закрепленных сообщениях висит, так что каждый из вас может отправить историю Так вот, я обратила внимание, что мне стали отправлять какие-то странные видео про странно ведущих себя животных Я последнее время ночью в комнате питомцев и тоже начала замечать какие-то странные явления со своими животными Я не знаю, то ли это связано с тем, что происходит сейчас на моем канале Эли Ди Загляните на канал Эли Ди, там сейчас происходит переписка с сербской леди И вообще все, что с ней связано, ее похождения ко мне домой в том числе Так вот, я хотела бы сейчас вместе с вами посмотреть эти странные видео Потому что что-то же нужно делать ночью, если не хочется спать или страшно Я вот предлагаю вместе с вами сейчас посмотреть эти видео и обсудить Тем более они уж точно касаются тематики питомцев А, и кстати, в общем, комната питомцев Ребята, здесь живет мой кролик Эльза и периодически мы с Джину сюда приходим И я здесь постелила кровать еще с того раза Я не знаю, если вы не видели предыдущий ролик в канале Эли Ди Пэт Страшная ночь в комнате питомцев Обязательно посмотрите И у меня здесь есть импровизированная моя кровать, на которой я ночую здесь Также у меня здесь есть столик, на котором у меня тоже какие-то вещички есть И главное, пишите ваши комментарии Предполагайте, советуйте Ваши комментарии напрямую влияют на то, что будет в следующих видео Вот вы просили ночь в комнате питомцев еще остаться здесь и снять Я это делаю Мне стали отправлять видео про некого скинволкера Типа духа, который вселяется в животных Заставляет их, и домашних животных в том числе Заставляет их вести себя странно Вызывая жалость у людей, подбираясь близко к их жилищу И потом, типа, набрасывается на них Я вообще офигела просто на самом деле Ребят, давайте посмотрим прямо сейчас То есть открывается дверь И люди видят вот такое вот чудище Типа коза, козочка, которая стоит у них под дверью С максимально милейшими глазами И выглядит причем в суслике на двух задних лапах Я это называю суслике, причем потому что Суслик Потому что, ну, как бы, Джина тоже, типа, любит очень эту команду Ну, это немножко не то Это же не собака, которая выполняет команду, правильно? То есть это реально какие-то такие странные явления Вот эта вот коза, например, вообще очень пугает То есть предполагается, что своим видом Вот этим милейшим и просящим якобы что-то Он к себе приближает на маленькое расстояние человека А затем расправляется с ним, можно сказать так И вот такие странные видео Люди чаще всего подписывают именно хэштегом Скинголки, ребят Вот, например, вот такие странные Нет, поведение животных иногда бывает действительно очень странным Ну, само по себе Но, типа, это что? А это что? Это же милейший поделек Что это такое? Считается, что этот дух внезапно может посетить какое-то животное домашнее И также внезапно его покинуть Ну, короче говоря, это что-то максимально странное Вот вы что-то... Вот у кого есть домашнее животное, ребят? Не пишите в комментариях Вот что-то такое замечали за своими питомцами? Потому что, ну, иногда реально очень странно С тех пор, как Джина понюхала Или полизала кости Которые мне подбросила сербская леди в шкаф Я тоже начала замечать за Джина что-то странное Думаю, блин, что это такое? Тут я натыкаюсь на эти видео И понимаю, блин, а как это похоже все Пруфскинволкер exist Внимание Собака, которая что делает? Не пойми что Я не знаю, ребят, в трём Причём это могут быть как дикие животные Так и домашнее животное Становится, так сказать, жертвами Не так пробегает козочка Всё И с другой стороны С другой стороны выскакивает Кто это вообще? Осёл со свёрнутой шеей Что это такое было вообще? Не набрасывается на машину с фарами Ну это не скинволкер Это алкаш какой-то, на мой взгляд Вот, пожалуйста, опять какой-то олень Который, типа, пришёл внезапно под дверь Вот эта козочка Вообще просто Такое ощущение Вот это Вот переведу он сейчас Что говорит этот мужик Нет, нет, нет Вы видите козу или другое животное Которое звонит к вам в дверь И стоит на своих двух задних Это не животное Это скинволкер, детка Это скинволкер В смысле звонит к вам в дверь Ну то есть, прикиньте Олень, который выворачивает себе голову Стоя под окнами Нормально вообще? Раньше я об этом не слышала Я слышала о каком-то типа демоне Скинволкере Но именно о том, что есть дух Который вселяется в животных И так вредит человеку Я такого не видела ни разу Типа вот такого формата Так, курьер принёс пиццу Видно период пандемии Открывается дверь Вот как относиться к этому видео? То ли оно реальное, то ли оно нереальное Кто это вообще? Конкретно вот это видео мне присылали подписчики Эля, типа, посмотри Это нормальное ли поведение собаки? И я вот так смотрю Ну, типа, была собака, которая смотрела в зеркало На самом деле, знаете, что странно, ребят? Что, допустим, моя Джина, честно сказать На зеркало не реагирует вообще никак То есть я её подношу в зеркало Она просто как будто его игнорирует Я не знаю Вот это было, да, несколько странно На самом деле А ты что, Джина? А, блядь! Боже! Так, я не поняла Почему Джина на меня набросила? Что это было вообще? Джина, это что такое? Ведро, блин, опять упало Что это? Джина, а ну-ка Ты что, блин? Скинволкер, что ли, в тебя вселился? А ну-ка Джимкин. Ну, посмотри мне. В глаза, посмотри. Хочу видеть твою адекватность, женусь. Ребят. Ребят, я тут подумала. Слушайте, помните видео на канале Элиди, которое у меня называется «Проверка на призрака», где я, короче, обнаружила у себя в шкафу, после того, как сербская леди там шарила, кости. И вы еще все писали, что это, блин, подклад на порчу и так далее. Слушайте, а если Джима что-то лизнула, ну, в смысле, эти кости, и теперь поэтому она себя как-то так странно ведет, неадекватно. Нет, просто она, да, может там лаять на что-то, но черт возьми, она прямо на меня бросилась. И что с ведром, блин? Какого фига ведро опять упало? Я не понимаю, ребят. У меня закрадываются подозрения, что что-то не то с шкафом, блин, на котором стоит ведро. Давайте, короче, проведем эксперимент. Я сейчас попробую на шкаф положить то, что, ну, типа, должно скатываться в случае, если шкаф действительно какой-то, не знаю, кривой, косой, криво собран. Блин, Джим, что такое? Джим, почему ты стоишь в суслике? Я тебе не давала эту команду. Куда она смотришь? Я никак не могу понять. Господи, Джим, ты что, вообще неадекватная, что ли? Что происходит? Какого фига это ведро, блин, опять упало? Я не понимаю. Я его специально поставила опять на то же место. Вот чисто проверить, будет что-то или нет. Но я не понимаю, почему опять это случается. Опять именно ведро. Ой, что это вообще? Первый раз, когда упало в ведро, я подумала, что собака задела. Там, я не знаю, Эльза, но она сидела в домике. В прошлый раз это я говорю про вообще первую ночь в комнате питомцев. Если не видели, посмотрите. Тем временем, Эльза. Внимание. Кстати, у меня здесь еще раньше жил хомячок. Сейчас вот в память о нем только колесо стоит, ребят. Я взяла с собой сюда яйцо. Ну, единственное, на самом деле, можно с чем проверить, что есть у меня дома, что такое, как бы, кругленькое. Давайте его положим. Если оно скатится, то ящик кривой, шкаф. Но оно, блин, не скатывается. Понимаете? Окей, на край. На самый край. Кстати, если хотите подробно посмотреть комнату питомцев, можете в предыдущем ролике тоже посмотреть. Я там все рассказывала, показывала в подробностях. Блин, короче, ребята, мне... А что вы думаете? Почему постоянно падает ветро? Почему именно ветро? Почему именно в том самом... А если я на это место что-то другое... Слышите? Слышно? Там... Ребята, там кто-то есть. Кто-то в комнате находится. Джина, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Тихо. Тихо. Она просто сейчас может рычать или лаять. Я не услышу, что происходит. Вы слышите? Ребят, я клянусь, я только что видела пролетающую тень. Прямо вот в проеме, блин, комнаты питомцев. Я клянусь, блин. Вы прикиньте? Я только что видела... Ну, она же... Она высоко пролетала. Почти под самым потолком. Джин, ты куда смотришь? Блин, ты меня пугаешь. Он там, он где-то там. Боже, я все время смотрю. Вот здесь проем просто из комнаты питомцев. Ну, выход. Я все время смотрю туда, потому что я там видела, блин, какую-то тень. Большую тень, пролетающую прямо над потолком. Мама. Вы слышите звук? Слышите? Что это? Что это? Там кто-то есть, да? Там явно кто-то есть. Ребята, какие-то постоянные звуки, конечно, на балконе. Именно на балконе сейчас я туда не пойду. При этом, конечно, спать я буду со светом. Вы постоянно пишите мне о том, что мне нужно ночевать именно в комнате питомцев, чтобы мои питомцы были в безопасности со мной здесь, когда я сплю со светом именно. Наверное, мне и стоит это делать дальше, судя по вашим комментариям. Пишите чаще ваши комментарии и больше, конкретней, что мне дальше делать, как мне быть, каким образом мне обезопасить себя и питомцев. И как мне дальше действительно каждую ночь здесь ночевать или как? Кстати, ваши комментарии я читаю и отвечаю на них на канале Элли Ди Онлайн. Каждый день видео выходит там. Ссылка на Элли Ди Онлайн в описании под видео. Заглядывайте туда и подписывайтесь. Если вы хотите, чтобы я больше снимала видео на канале о питомцах, ставьте лайк под этим видео. Больше лайков, больше видео. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока.